ну вот я сегодня нахожусь в нашем бывшем лагере стане православном я сам называется музей комплекс для бедных лагерей сколько чудных моментов здесь было за что есть прославить господа то есть сколько здесь детей перебывала сколько возносилась молитв для бога может кто-то тайком и грешил тоже господь сердцевидец и он знает наши дела все травой поросло конечно все это надо будет подкашивать потом дальнейшее сегодня дождливая погода хотел в огородчик идти там не досаживать надо ну сырой земли не охота возиться что я решил прийти сделать все-таки крест который упал вот вместе с колоколом вот у нас колокол главный у тетишек был от один из любимых у них колоколов где они любили стучать это по роликам видно когда смотришь про лаги там они в очередь выстраиваются решил поменять само бревно ну так как я тут забил четыре гвоздя на 200 и начал выдерга вот у меня выдерга лежит выдерга чувствуется слабовато нам для этих гвоздей и более так клен вот это само что сам столбушок она такой мощная когда засыхает как кость становится то есть вот здесь вот она еще хорошие все тут вот где в земля в земле было земля и соприкасается с воздухом здесь вот для него я решил это думаю ладно оставлю так возьму он тот столб у меня копаны был там для винограда я хотел приезжала марина одна сестра это с одной рукой и вот она где мы сделаем сделаем типа вроде как типа когда я не знаю как сказать даже аллею что ли своего рода можно было укрываться под виноградом вот эту идею оставили этот столб я сейчас применю именно сюда выкопаю закопаю и это все вместе свяжу и обратно колокол повешаю колокол висит вот на этой штуке тоже кленовая а вот это уже гребешка это уже видно что ровно это сосновая что я еще хотел показать сегодня что во время работой неоднократно уже я показывал время пасть бы и других местах что можно изучать слово божие и вот я для себя выставил целую выставку тут чтобы можно было просто подойти и читать то есть каждый раз в карман не лазит на что перчатки надо снимать там еще что-то а тут раз повешал и все у тебя все висит например римлянам 10 10 потому что сердцем верует праведности а устами исповедка спасения и вот здесь я сразу себе выписал толкование то есть у меня толкование сердце имеет нужду в устах ибо что пользы веровать душе не исповедовать перед людьми вопрос стоит хотя вера оправдывает в уме но совершенное спасение зависит от исповедания ибо тогда верой сияет и многих пользует вот такое толкование очень чудное блажанных филак говорит об этом все я вставил вот подошел посмотрел все дальше делаю работу свою притом они у меня все скотчем прозрачным отклеены специально что если даже дождик будет попадать какие-то капли или грязь чтобы не запачкать можно было вот откровение 18 я есть альфа и омега начало и конец говорит господь который есть и был и грядет содержитель то есть это иисусе христе говорится это в основном стих писания относится так называемый свидетелями игол то есть не беседовать один из мест писания потом откровение 17 и когда я увидел его попал к ногам его как мертвый и он положил на меня деснице свою и сказал мне не бойся я из первые последние это опять же тоже к ним относится все что об этом говорится ну там на обратной стороне тоже другие места писания или что-то другую информацию записываю себе полезную вот написано вот многие говорят там бог есть любовь бог есть любовь у никого не наказывает но слово божие когда ты читаешь в полноте своей бог то есть любовь но он тоже время написано вот например псалом 10 5 стих до господь испытывает праведного а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его даже псалом 77 31 гнев божий пришел на них убил тучных их и юноши израилюх не изложил все это за то что беззаконящий человек и 1 калифином 3 глав 16 17 их разный не знает что вы храм божий и дух божий живет в вас если кто разорит храм божий того покарает бог ибо храм божий свят а этот храм вы все так говорится о тех кто себя губит наркотиками курением другими какими-либо пристрастиями тело это наш храм вот здесь вот тоже например написано притче 8 13 страх господень ненавидеть зло и гордость и высокомерие и злой путь и коварно уста я ненавижу это сам соломон мудрящий говорит об этом господь ему положил это написать даже деяние 9 31 ибо хотя страхи господним это в основном для тех в основном сектантов которые все время утверждают что бог есть любовь и никого не наказывает то есть я как-то беседовал в автобусе ехал с одной женщиной вернее я просто зашел у меня борода была белая зимой происходило как раз и одна женщина вот нам дед мороз зашел а мы на праздник приглашали там дедушку он себе бороду наклеил я равно если мужчины бы имели страх божий они бы никогда не прикасали к своей бороде гору то что господь заповедовал не порти края бороды твоей левит 19 27 читайте то есть это для мирян относится а там тоже есть в это же это книги квадали вид есть это же относится к священникам то есть там и там господь говорит чтоб не касались бороды и вот а вторая женщина сидит и говорит нет бог есть любовь не надо людей страхом божем пугать страхом пуску пугательные игру вот написано вот например второй кориффин 5 11 и так зная страх господи мы вразумляем людей богу же мы открыты надеюсь что открыты и вашим совестям слова совестям там написано вот это вот только два места писания привел в 3 даже вот она сказала это ветки завет игру начала мудрость страх господни как прича 17 говорится вот она где-то это все ветки за это я привел из нового завета ей тут вот и я уже это показывал в предыдущих роликах местописания вот очень мне нравится вот этот местописание которое его сказал это еще ветхом завете задолго до пришествия христа его в 19 27 а я знаю искупитель мой жив и он в последний день восставит из праха распадающийся кожу мою сию я во плоти моей узрю бога все все воскреснет то есть не только душа спастется но наше тело восстановится она будет нетленна в этом нетленном теле возозрим господа вот такой чудный стих его пророческий сказал об этом это вот относится к тем которые говорят что иконы от аидов не надо никаких изображений собраниях именно в церквях вот языки 41 17 от верха дверей как внутри храма так и снаружи и по всей стене кругом внутри и снаружи были резные изображения икона то изображение все тут еще у нас малахи 45 вот я пошлю к вам илью пророка перед наступлением дня господня великого и страшно вот так вот тут тоже это все это я показывал что очень мои предваряя тут у меня стражу чтобы мне углубляться слова твою то есть еще даже рассвет не наступил а то уже сидишь вникает слово божие откровение слов то их просвещает вразумляет простых то есть независимо какой-то там ученый там есть у тебя высшее образование ты можешь быть обычной кухаркой простым плотником простым кольщиком дров и господь тебя просветит через слово свое если будешь вникать него должен как говорится полюбить слово божие ибо кто из человека знает что в человеке кроме духа человеческого живущего в нем так и божьего никто не знает ну то есть это в основном о мыслях то мы ничего не знаем как и господь может приоткрыть что человек о чем думает потому что он все это знает тут у меня вот та же выписка о молитве есть а при луки 18 13 что народ стоит стоя молился то есть это как у нас у православных потом книга судей 20 глава 26 стих от осиди молились на коленях третье царство 854 матфея 17 14 марка 1 40 тут вот сейчас я покажу чё тут еще у нас деяния 2036 деяния 21 5 дело в земной поклон быть есть 17 3 языки 98 то есть у меня такой момент был что ну там я с братом с одним с андреем братом с уралом беседовали я говорю я никогда говорю человеку не поклонюсь ноги а потом слово боже то начал изучать что многие кланились и просили прощения иисус новин 5 14 ручь 2 10 матфея 26 39 потом с поднятыми руками молились цели 3 царств 822 3 царств 8 54 не имея 86 2 маковейская 320 3 маковейская 516 1 тимофея 28 то есть все и филиппийцам 46 открывать свои желания перед богом то есть своими словами у на молитве вот так вот вот этот уже относится то что мы поем в храме смертью смерть поправ и сущим ограбежь его дарова фото вместо писания евреям 2 14 вот к этому как раз относится а как дети причастны плоти и крови то и он тоже воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющий держалась мете то есть дьявола на кресте господь победил вот здесь вот 2 царств 14 14 мы умрем и будем как вода вылитая на землю который нельзя собрать но бог не желает погубить душу и помышляет как бы не отвергнуть от себя и отверженного все время господь до конца нашей земной жизни стучится в сердца наши чтобы мы раскаялись и не грешили даже отверженным которым отвергает настолько господь милосерд и бог есть любовь вот здесь 1 корнифянам 6 2 разве не знаете что святые будут судить мир если же вами будет судим мир то неужели вы не достоин судить маловажные дела разве не знаете что мы будем служить судить ангелов тем ли более дела житейские ты жительских там они обращались к мирским и апостол павел из этого укорял зачем вы к мирским то обращайтесь судим когда неужели важен между вами нету мудрых все вот это вот даже тут а любви говорится апостол павел говорит тут дальнейшем местописание тоже сейчас вот не что риме плач и риме 326 благо тому кто терпеливо ожидает спасения от господа плач и риме 341 вознесем сердца наши и руки к богу сущим на небесах вот еще о том что говорит что надо руки возносить во время молитвы никто это не запрещено никакое это не сектантское получение священник же возносит в алтаре в руки это относится тоже обычным людям вот какие жертву угодно богу то есть благотворительные благотворение общительности ибо таковы и жертву благоугодную богу апостол павел горит евреям 1316 тут говорится на нас наказание отроков неразумных и послушных ну вот так вот все вот кого я вот откровение 319 кого я люблю тех обличая наказываю и так будь ревностен и покайся господь наказывает не просто так это вот откровение 319 а тут вот к евреям 126 ибо господь кого любит того наказывает бьет же всякого сына которого принимает ну то есть не просто так как лицо решил побить тебя конечно за наказание какое-то за какой-то грех твой которым ты не хочешь раскаиваться вот здесь от пророк писая вроде бы если у меня там уже под затерлась надпись и будет прежде нежели они вас зовут я отвечу и еще будут говорить и я уже услышу вот так господь предваряет нашу молитву даже вот деяния 1042 и он повелел нам проповедовать людям повелел ты совластью про это людям и свидетельствовать что он есть определенно от бога судья живых и мертвых ну а здесь вот говорится как раз о изучении слова божьего это наставление говорится от обезучения что 2 тема фея 3 3 глава 16 17 все описание бога духовное полезно для учения для обличения для исправления для нас наставления в правильности да будет совершенно божий человек ко всякому делу приготовлен то есть эти места описания я уже заучил ну так надо их частенько повторять а не забывается вот приходится каждый раз себе напоминать об этом там например матфея 12 глава 16 и 36 3 мости говорю же вам что за всякое праздное слово какое скажет люди дадут они ответ день суда ибо слов своих оправдаешься я слов своих осудишься толкование всякое слово не служащих действительной христианской пользе есть праздно слова и посему пагубно то есть если ты что-то сказал или какая-то беседа была это все побуждение тому чтобы делать добрые дела то есть вот этот как раз 2 тимофей 3 глава 16 17 об этом говорит что ко всякому добрую делу приготовлю ты тоже должен знать слово божье что значит что как какое доброе дело сделать потому что я дух божий подскажет кому именно и как это сделать ну все это принципе вот вкратце хотел показать чем я занимаюсь сегодня здесь вот другие колокола висели мы их сняли потому что бывает которые любители железа ходят собирают сейчас у дождик льет много-то не не поснимаешь вот еще вот эти вот нельзя висят колокола вот этот колокол раздутый такой а то есть под пропана как я насколько помню вроде бы коровки пасутся у нас рядышком это четверо телят инчуковские они они в прошлом году их не выпустили и они не приучены ходить стадом отходит постоянно отдельно каждый раз чтобы загнать приходится их подгонять к общему стаду чтобы они ходили вместе со всеми а вот постоянно отдельно отдельно а даже не вижу где стадо основной это находится ну где-то там на на в низине сейчас их не видать вот такие вот ходят сами по себе ничё слава богу за все аллилуйя ну вот сегодня 24 мая второй день я нахожусь здесь в лагере стане бывшим с комплекс музей для бедных лагерей вчера я не смог доделать поднятие креста потому что дождь сильно разошелся пришлось уйти вот только сегодня доделал с божьей помощью вот его поставил перекладины прибил все колокол повесил пришлось тут даже он корень немножко подрубить утопали то что сильно разросся и упирается колокол то тут и завязал на проволоку новую проволоку пришлось сделать потому что старая прогнила лукнула так вот сделал все здесь дополнительные колокола вешаются это может потом чуть попозже вот вот это било у нас было другое било но куда-то исчезла кто-то посчитал что ему нужнее сейчас стукну такое это один удар это колокол значит все должны собраться здесь возле аналоя вот напротив аналоя то есть где я сейчас показываю тут собирались ребятишки взрослые все вставали то есть общий сбор всех возле креста проходили молитвы поведение ребятишек взрослых тоже так это стояк был специально для этого стояка который сгнил вот тут у меня раз пришлось столбушок тут рядышком делать сейчас не достает решил уже ладно не буду прикручивать у нас виктория все надо обрабатывать конечно зарастает то есть тем более дождь такой хороший прошел два дня до все полезет сразу работа тут еще много там туалета дверку отремонтировал а второй туалет вообще провалился сейчас даже покажу здесь это от коров нагармождение чтоб не лезли коровы хорошо проверяет подойдут забору тешится раз если гневой упадет приходится ремонтировать вот это вот дверку я сделал немножко даже на боксом пошел а у этого вообще он сама само основание провалилась не то что провалилась а сгнило сейчас я покажу вот она надо этот сам туалет будет заваливать на бок тут делать основание и заново поднимать это вот происходит раз в несколько лет может раз восемь лет где-то так примерно может чуть меньше потому что это нормально ну что вот тут коров пасут пастухи да я сам тоже пасу раз и забежал в туалет надо по своей нужде рядышком все таки вот так вот чудно дела господа кресты тоже стоят где у нас молитва происходили утренние молитвы вот она вот ребятишки сидели как воробьи насесть там вдалеке у нас костер где проходил каждую пятницу тоже крест распятия слава тебе боже наше слава тебе